Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На телепроекте Дом-2 грядут большие перестановки. Остров любви уже покинули Пётр Шепель с Верой Курочкой и семейство Донцовых с Алексеем Купиным. Все пары перемещаются на поляну, а на остров собираются отправить одиночек. На Сейшелы уже прибыла Маша Кахно, но её пребывание там пока под вопросом. Вальтер Соломенцев тоже уже на поляне. По слухам, он хочет покинуть Дом-2, потому что ему не нравится коллектив на проекте. Он считает всех вокруг лицемерными игроками. Искандер Гельмулин, который недавно пришёл на проект к Мэри Кулешовой, на девушку не произвёл впечатления. Он хороший, добрый парень, пишет Кулешова. Но я жду более амбициозного, открытого и смелого мужчину. Ольга Орлова снимает новый клип. Ей приходится очень трудно из-за маленького роста. Метр пятьдесят шесть не оставили мне шанса быть такой же, как все нормальные люди. Главное, ко всему относиться с юмором. Юлиана Богомолова ждёт с острова Виталия Малышева. Я ещё не разлюбила его, пишет девушка. Надеюсь, мы сможем простить друг друга. Николай Должанский пригласил Сашу Черно сниматься в его клипах. Но поскольку Аганесян был против съёмок, Саша отказалась от предложения. У Лилии Четрару начались осложнения после ринопластики. Как смогли заметить телезрители, у Четрару начался хронический насморк. Видимо, она попала в руки непрофессионального пластического хирурга. Сергей Кучеров написал пост о том, что он уже полюбил Москву и отвык от родного города Магнитогорска. Москва – это сказка, пишет он. Единственное, что весит, это пробки. Стало известно, что Юлия Ефременкова экономит на одежде. Она приезжает за покупками на рынок садовод. Причём она получает одежду бесплатно в обмен за рекламу. Женя Феофилактова стала модельером. «Это моё первое творение этим летом», – пишет она, – «сарафанчик Франческо». Также Женя прокомментировала расставание бывшего мужа Антона Гусева с Викой Романец. «Если причина расставания в финансах», – пишет Феофилактова, – «то неужели Вика не видела этих проблем и раньше, до свадьбы?» Антон ведь и ребёнку никак не помогает материально. «Думаю, они ещё сойдутся, и свадьба состоится». Антон и Вика подходят друг к другу. Также Женя рассказала об изменах бывшего мужа. «Я сразу уехала от Антона, как только узнала о его похождениях на стороне. И с Романец, и с другими. Была среди них и бывшая участница Настя Киушкина». Гусев опровергает все обвинения в свой адрес. «Мы виделись с Настей всего три раза в жизни. Просто общались по-дружески. Я подарил ей цветы и медведя, но больше ничего не было. Мы даже не целовались. И я никогда не жил за счёт Вики. Я зарабатываю около 200 тысяч рублей в месяц. Сетевой бизнес и продажи костюмов. Сыну я тоже помогаю материально. Сейчас я снял дом и занимаюсь работой». Бывшая участница Дома-2 Элла Суханова была на важном мероприятии. Вместе со своими питомцами Евой и Купером она поздравила с днём рождения собачку, четырежды титулованной королевы красоты Ольги Миллер. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.